Приветствую вас, это снова я, Ольга Мамистова, врач-ароматерапевт, психолог и создатель первой международной интернет-академии ароматерапии. И сегодня, в преддверии своего дня рождения, я решила сделать что-то новое на этом аромаканале. Я решила сделать новую рубрику и называться будет она «Аромашоппинг». Ко мне часто приходят какие-то посылки с различными ароматными компонентами, с эфирными маслами, различные устройства. И чаще всего я не успеваю сделать какое-то видео, обзор, а хочется поделиться просто каждым. Поэтому я решила сделать такие обзорные видео, просто посмотреть, что ко мне пришло в этом месяце. То есть я планирую делать такой выпуск каждый месяц. И примерно это будет срез того, что я получила. Сентябрь получился достаточно плодотворным в плане аромашоппинга. И начнем с самой большой посылки. Это посылка от компании «Аромашка». Я давно, в общем-то, не получала посылки вот именно от «Аромашки». И здесь я оторвалась. Тем более, что у «Аромашки» появился ряд очень интересных новинок. То есть некоторых масел даже у меня не было. Каждое масло для меня – это какое-то новое вдохновение и возможность поизучать, почитать, что вообще происходит в мире ароматерапии. И очень многие такие новые масла, они входят в практику очень интенсивно. И зачастую иногда приходит масло, то, которое мне прямо по задачам нужно в конкретный момент. Итак, давайте посмотрим, что пришло. Я взяла по две упаковки полисарбатов 20-го и 80-го. Это нужно для гидрофильных средств. Например, такие, как гидрофильное масло. Далее, еще один такой мастерфель, который я покупаю и покупаю – это масла чайного дерева и лаванды в больших упаковках для лекарственных целей, для вообще бытовых целей, для добавления в большой концентрации. Тоже, например, соль для лаван. И мне такой баночки хватает на полгода, год в среднем. То есть, она у меня уходит достаточно быстро и идет во все средства. Далее, здесь у меня цитрусовые тоже, которые у меня очень быстро заканчиваются – это мандарин и лимон. Мандарин я чаще использую для сына. Ему почти уже 4 года. Вот такое детское масло. Далее, тоже из того, что я беру часто – это тоже самое эфирное масло лаванды Майлет и чайное дерево. Это я в основном беру не для себя, а для друзей и знакомых, так скажем, поскольку это такие эфирные масла, которые должны быть. Поэтому меня часто спрашивают и я их просто обычно дарю. Вот, а для себя я такие баночки обычно беру в путешествие. Не 50 же миллилитров брать. Я взяла хвойные масла, еловую хвою и сосновую. Тоже два таких масла, которые обязаны быть у каждого любителя ароматерапии. Далее, одно из масел Must Have – это масло Миры. Оно у меня недавно закончилось. Такого флакона мне хватает, наверное, года на два, а то и больше, поскольку оно используется буквально капельно. Так, что у нас здесь? Я взяла гвоздику. Это такое масло, которое у меня расходуется очень медленно. Я её не очень люблю, но она идёт в какие-то лекарственные средства. И вот тут у меня флакон не просто закончился, а там ещё истёк срок годности, и я купила новое. Дальше у меня есть масло голубой ромашки. Это очень важное такое эфирное масло для, скажем, детской гигиены. Но, естественно, не только, поскольку свои средства я тоже использую. Масло, оно достойно отдельного ролика, которое я обязательно сделаю, поскольку это одно из таких самых популярных антибактериальных и противовоспалительных масел. Дальше такое масло – это из вот новинок, масел, которые недавно появились в ассортименте аромашки. Это масло мятой кудрявой или колоссовой. Я с ним знакома давно, но использовала чаще его в духе, поскольку перечная мята, в духе её использовать, ну, аромат получается не особенно деликатный. И я обычно использовала именно колоссовую мяту. Другое название – спермент. Это масло как раз добавлялось в одноимённую жвачку – ригли спермент. Вероятно, вы даже помните о такой. Запах более мягкий, чем у мяты перечной. Более сладкий, более, так скажем, вкусный. Как бы это непрофессионально не звучало. Но масло, кроме своего приятного запаха и возможности использовать его в духах, имеет и лекарственное свойство. То есть, оно классически обладает противовоспалительными, антибактериальными свойствами. И для меня было интересно исследование по поводу профилактики кариеса. То, что она растворяет бактериальную плёнку, которая создаёт условия для кариеса. То есть, я это. Масло обязательно попробую в средствах для ухода за полостью рта. У этого масла есть противопоказания, поэтому читайте описание перед тем, как использовать эфирное масло. Хорошее описание всех эфирных масел этих есть на сайте, соответственно, Ромашки. Далее у меня осталось 5 эфирных масел. Это новинки, в том числе новинки и для меня. Предлагаю вам тоже узнать несколько таких достаточно экзотичных эфирных масел. Так, первое масло – это у нас масло виролы или кондеи. Под названием кондея оно, если честно, известно более широко. Выраженного какого-то аромата данное эфирное масло не имеет. Данное эфирное масло состоит по большей части из альфа-бисоболола. Это очень мощный антисептик, противовоспалительное средство, антибактериальное. Его в этом масле просто порядка 95%. Чем мне интересно это масло? Оно увеличивает проникновение других веществ в коже. То есть то, что я говорила про цитрусовые ароматы, то же самое есть и у масла виролы. Также это масло используется как фиксатор ароматов, поскольку не имеет своего выраженного запаха, гармонизирует букет. Я думаю, я попробую это свойство обязательно и отчитаюсь. Дальше у нас есть масло зиры. Мне это масло просто сразу понравилось. Оно имеет такой выраженный аромат специй. Не просто аромат специй, а какой-то целый лавки специй. Кроме того, что это масло пахнет чудесно, на мой взгляд, оно еще и согревает, улучшает кровообращение и действует как спазмолитик. Я думаю, массажное средство можно вполне использовать и, не знаю, на мой скромный взгляд, даже в духе. Но и обладает антибактериальным противогрибковым средством, но имеет противопоказания. Это масло считается фототоксичным. Далее здесь у нас масло и сопа. Оно обладает таким достаточно экзотичным, горьковато-сладким ароматом. Мне он очень нравится. Но, естественно, не только из-за аромата я его брала. То есть он обладает антибактериальным противогрибковым действием. Ну, в общем-то, как большинство других эфирных масел. Но мне понравилось еще его регенерирующее свойство. То, что он усиливает заживление при ушибах, травмах, ожогов. И обладает отхаркивающим действием. То есть, это простуды у нас уже на носу и, я думаю, можно вполне его использовать. И это масло используется при пониженном давлении. Таких масел, в общем-то, немного. Мы вот знаем, что розмарин у нас при пониженном давлении используется. Но мне розмарин, например, не нравится. И я хочу попробовать это эфирное масло как повышающее давление. У этого масла, к сожалению, есть куча противопоказаний. Поэтому обязательно их изучайте перед тем, как начать использовать или купить такое масло. Дальше у нас есть масло нирокарпуса. Мне он раньше был больше известен под названием бальзам кабриува. Что я могу о нем сказать? У него такой классический сладковатый бальзамический аромат. Я думаю, в духах будет очень красиво смотреться. Ну, я вообще люблю различные бальзамические запахи. Но, кроме того, он обладает антибактериальным действием, снижает активность потовых желез. Весьма интересное свойство. И используется как средство против выпадения волос. То есть, вообще вполне такое актуальное, особенно на пороге зимы. И используется также в средствах при мышечных и суставных болях. Далее, следующее масло, оно не настолько экзотичное, как предыдущее. Это масло лавандина. Это ближайший родственник лаванды, астролистный, который мы активно используем. То есть, смотрите видео от Академии ароматерапии про лаванду. То есть, это такое незаменимое масло. А лавандин – его ближайший родственник. И обладает многими из тех свойств, которыми обладает эфирное масло лаванды. То есть, я брала его из такого научного интереса. Запах весьма похож на масло лаванды, но имеет больше камфорных нот, чем эфирное масло лаванды, например, Майлет. Потому что в составе этого лавандина есть камфора. Поэтому из-за вот этой как раз камфоры, по большей части, у масла есть противопоказания. И это масло в чистом виде, соответственно, использовать нельзя. Это вот моя маленькая посылочка на этот раз. Следующий у нас пункт – это не столько шоппинг, сколько хендмейд. Но изначально это, конечно, тоже был шоппинг. И поэтому я хочу представить вам такой небольшой аромоаксессуар. Главную роль здесь у нас играют не только яшмовые вот такие красивые бусины, но и еще полые бусины, металлические, внутри которых флисовая ткань, смоченная эфирным маслом. То есть, это у нас аромобусы. Их можно носить сложенными в два раза, можно носить свободно. То есть, такая достаточно душевная вещь. Гармоничная получилась и с ароматическим подтекстом. Как делать вот такие бусины, я уже рассказала. То есть, вы можете посмотреть. И еще одна посылочка с аромазон небольшая. Коллеги мне сообщили недавно, что на аромазоне сейчас очень хорошая партия кунжутного масла. И я, в общем-то, взяла и не удержалась, заказала целый литр. Действительно, качество очень хорошее. Масло свежее. Буду использовать его различные средства. В основном, массажное средство для тела. И еще я заказала вот пару таких павов для моих опытов в создании шампуней. И, наверное, хит этого месяца. Это вот эта вот вещь. Это массажер для тела. Выглядит весьма странно, но, в общем-то, это просто вибромассажер, который работает от USB. То есть, его можно, соответственно, включать и в сеть, и в компьютеры, и вот маленькое зарядное устройство. Включается он просто. Вибрирует на десяти разных режимах. Это очень удобно, поскольку можно массировать как и плечи, так и голову. Он может легонько вибрировать, он может давать различные пульсовые такие виброразряды через какие-то промежутки времени. И очень удобно. Почему эта вещь вообще у меня на канале появилась? То есть, почему вообще я о ней сейчас говорю? Поскольку аромамассаж, эта вещь очень важна. И у многих людей просто нет того, кто бы делал этот массаж. Во-первых, не все себе могут позволить каждый месяц ходить к профессиональному массажисту. Это раз. А во-вторых, на это просто иногда нет времени. И нужен какой-то такой маленький помощник, который можно было бы даже с собой взять куда-то. Или в поездку, или где-то. Представляете, это можно в аэропорту использовать, где-то на вокзале. То есть, где угодно, в общем-то, хоть в метро ехать и массировать себя. То есть, массаж он нужен, поскольку кровообращение прежде всего. Мышечные спазмы нам тоже не нужны. И здоровье позвоночника, суставов – это тоже очень важно. Кроме того, это профилактика и головных болей, и вообще любых других болей. Массаж – это настолько важная вещь, что даже я могу долго об этом говорить. Почему для аромамассажа такая вещь подходит? Поскольку вот эта вот насадка, она имеет съемный силиконовый чехольчик. Его можно снять и просто вымыть. Это очень удобно. И силикон – это такой инертный материал, который не вступает в реакцию с эфирными маслами. То есть, если мы, например, какое-нибудь агрессивное масло, вроде корицы, капнем на пластмассу, то пластмасса начнет буквально сразу же растворяться. Ну, то есть, не любой вид пластмассы, но многие, так скажем, виды пластмассы, пластика, они начнут растворяться, практически кипеть под эфирным маслом. А силикон, он спокойно на это все реагирует. То есть, у меня на силиконовое покрытие не раз капало чистое эфирное масло, и я просто протирала спиртом, и никаких следов не оставалось. То есть, в других роликах вы видели не раз красное такое силиконовое покрытие для стола. То есть, я на нем все делаю, и это силиконовое покрытие у меня уже несколько лет. То есть, мы выяснили, что даже чистое эфирное масло, ну, мы, естественно, не в чистом виде наносим, мы используем аромосмеси, как бы стандартные для массажа, и можно вот использовать такой вибромассажер. Эффект будет удвоен в несколько раз, поскольку тут у нас и ароматерапия, и массаж. Это не первый массажер, который прошел через мои руки, через руки моего мужа, поскольку мы фанаты массажа. А по удобности, и главное, по легкости, это, наверное, такой номер один. То есть, его действительно легко положить, ну, даже в мою вот дамскую сумочку. Вот такие у меня получились покупки за сентябрь. Я думаю, весьма плодотворно. У меня не каждый месяц такое случается, и, в общем-то, лето прошло в этом плане более скромно. Интересно, что будет в октябре. Вот на этом все. Подписывайтесь на наш аромаканал, чтобы первыми получать все ароматные видео. Заходите в соцсети, и обязательно скачивайте пять ароматных подарков прямо вот тут. Или заходите в описание под видео, если у вас не работают аннотации. Там вы найдете ряд очень интересных ароматных материалов для скачивания. На этом все. С вами была я, Ольга Мамистова. Всего самого ароматного!